всем привет ну что продолжим работать с nissan с расширителями теперь готовим их под шпатлевание потом под окраску raptor делать это все будем в одном видео я начал с вечера поэтому закончу как бы за полтора дня вот так выглядит уже очищенный от гелькаута расширитель эта краска со стола блазила тряпкой размазал вот так выглядит еще не тронутый расширитель то есть он чернее гораздо сейчас я буду смывать показывать как это выглядит и расскажу что будет если вот этого вот не сделать а сделайте вы это по-любому рано или поздно то есть делаете вы это потом методом перекраски или сделать это сразу зависит только от вас наверху на пластике лежит так называемый гелькаут он служит для того чтобы пластик можно было вынуть из формы он к ней не приклеился так вот это вот зараза в основном она как бы она есть на всех пластиках но заводские она настолько мала доза что ее смывает там обезжиркой растворителем пока работаем то есть это все смывается легко счищается наждаком это же дрянь наждаком это 120 наждак она забивает наждак мгновенно просто два движения наждак забит чтобы снимать это механическим путем надо потратить много времени и сил как проверить это все дело берем салфетку мочим растворителем тут долго ждать не надо ну именно в этом случае салфетка сразу черный это говорит нам о том что поверхность гелькауте ее надо снимать в этом случае поступаю так я обкладываю все салфетками и уже все расширители поснимал руки чуть-чуть черные грязные потому что перчатки уже не выдержали а перчаток они к сожалению нет отложили намочили черниговское пиво вообще огонь работает то есть чисто черниговское это шутка это 646 растворитель дешевый как бы вторичка но для этих целей самое оно он не такой агрессивный к рукам он как бы слабо агрессивный к лакокрасочному поэтому им можно снимать лакокрасочные какие-либо загрязнения эта хрень у меня еще из дома привез это одно из того немногого что не сгорел потому что на улице стояла вот откладываем салфетками обмачиваем растворителем и оставляем так минут на пять периодически поливая раствором чтобы восполнять запас потому что растворитель испаряется салфетки либо тряпки либо что-то такое что впитывает в себя жидкости нужны чтобы не испарялся растик с поверхности можно сразу взять начать терять тряпками но это будет долгий сложный процесс потому что надо сначала размочить гелькаут и только потом мы начнем сниматься а так мы его сразу полностью размочим и потом буквально за полторы две минуты сразу вытрем растворителя надо очень много у меня на все расширители от nissana вот это уже третья бутылка полтора литровая среди них была одна двухлитровая то есть получается 5 литров растворителя если гелькаут не снять первое на нем будет очень плохо держаться шпатлевка очень плохо при перетирке вы это заметите если же вы не шпатлюете грунтуете то может быть у вас даже и сразу прокате то есть вы дадите клиенту машину как бы элемент на пластиковый как бы нормальный но при температуре гелькаут потеет при повышении температуры на солнце допустим гелькаут потеет и от себя отталкивает все что на нем находится и клиент благополучно может увидеть это как пузырь такой огромный надутый либо на мойке ему просто сорвут это дело либо если будет скол на мойке опять же все это поразрывает так себя ведет гелькаут поэтому эту процедуру вы все равно будете делать но делать будете вы ее вот сразу до того как начинаете работать или уже в процессе как окрашено переделывать это опять же зависит от вас денег и времени это занимать не так много как потом это все переделать потому что потом надо будет снять лакокрасочное покрытие оно не все к сожалению снимается хорошо какие-то куски будут крепенько довольно таки держаться потом наждаком уже работает растворителем вряд ли прокатит один хрен наждачить все это дело поэтому лучше сразу проверить и сразу снять если поверхность не реагирует никак на салфетку то есть не оставляет на ней никаких черных серых следов синих всякие гелькауты по цветам то с поверхностью можно тогда смело работать наждаками сразу что там делать у нас по процедуре грунтовать подливать так далее оставляем минут на пять периодически поливая так снимаем два раза еще поливал он она прямо прилипает так красиво прилипает сейчас пока салфетки сразу не выкидываю я ими буду снимать первое вот это вот эх перчаток не хватает прям на глазах пластик начинает просматриваться он какая жижа черный я проверял с рук она оттирается начнем бы сегодня это просто не делал вообще это все в перчатках надо делать надо это вот как раз тот случай когда дороже сделать дешевле сразу нежели потом грызть себе пятки убеждать клиента что вы ни в чем не виноваты оно само вообще это подстава и не гарантийный случай это гарантийный случай это ваш косяк если вы не проверили и клиент полностью прав если к вам вернется да может и не вернется клиент они такие ленивые посчитает что лучшим к вам вообще никогда больше не приедет чем будет вам звонить доказывать что он ничего плохого не делал в общем история как обычно я думаю все с незнакомым берем тряпки теперь либо же опять салфетками тряпками проще она не разводится как салфетка хотел кстати по поводу этих салфеток это купленные просто в ваша не салфетки слезы вытирать не на сопли детям еще что-то вот они под растворителем не разлазится а те которые продают в малярных магазинах в некоторых салфетках некоторые салфетки не говорю что все я попадался на таких которые под растворителем разлазится так ладно бла-бла-бла-бла-бла хорошо все вытираем до тех пор пока тряпка не будет более менее чистой сменяем тряпку и вперед эта процедура такая 34 прохода где-то надо сделать без этого никак вот тряпка уже чище значительно это только второй по сути проход на 4 проход тряпка будет реально такая слегка слегка с оттенком вот но вот это уже можно сказать что хватит остальное до 3 наждаком теперь это откладываем испаряться растворитель а я сейчас возьму те штуки которые делал некоторое время назад они уже испарились но сейчас не будем работать со шпатлевкой так берем наш объект с которым будем работать сразу я определяю где буду шпатлевать ну понятно там где сращивалась тут по торцам пройдусь и тут где сращивалась остальное пока не будем уделять на него внимание наждаком как бы не актуально сейчас так у нас имеется скотч брать зеленый сто двадцатка в матке и еще разные листы мокрого наждака но мне сейчас нужно 120 . буквально такие отрывы небольшие я пройдусь посшибаю хотя после болгарки особо ничего такого шелушастого тут нету но надо пройтись все равно чуть-чуть подзабивает но уже нет такого количества более-менее уже можно хоть работать разрабатываем всегда шире чем надо после наждака грубого берем зеленый скотч брайт это довольно таки грубый тоже тип наждака но в гибкой основе и домотовываем Внутряночки, которые у нас Смотрятся глянцевыми Оно будет видно, когда доработали Можно красным скотчбрайтом Потому что иногда бывает так, что Зеленого скотчбрайта на рынке Почему-то нет Но лучше запастись им заранее И вот перед шпатлеванием Это просто незаменимая вещь Все становится таким хорошо матовым Равномерно, самое главное Видно, где еще требуется домотовать Далее делаем Так называемое Двойное обезжиривание Почему двойное? Потому что я первый раз прохожусь Какой-либо Неответственной салфеткой В которой я собираю Мусор От наждака Потому что сейчас у меня воздуха нет Пробить нечем А собрать вот это вот По лицу надо Вот оно все на салфетке Далее беру кусочек Уже салфетки для обезжиривания Это антисиликон Быстрый Да, он очень по запаху напоминает Бензин-калоша Просто бензина-калоша не было В малярном магазине Но бензин-калоша Это такой самый дешевый вариант Обезжиривание Под шпатлевание Иногда люди спрашивают Чем так экономно обезжирить Под бензином-калошей Под шпатлевание И даже под грунтование Под покраску неудобно обезжиривать Видите, он раз И быстро очень испаряется Это ненормально Его перед окрашиванием Надо распылять А потом стирать Наносить на салфетку Перед окрашиванием Неудобно Хотя тоже можно Работали мы и так Плавали, знаем Все, тут у нас готово К шпатлеванию Теперь такой момент Надо наносить грунт по пластику Или не надо наносить грунт по пластику Поскольку у меня дана Очень хорошая риска адгезионная Довольно-таки крупная То я грунт по пластику Наносить не буду С целью Первая экономия времени Потому что нанеся грунт по пластику Сейчас на улице холодно И он даже оделся Я буду ждать минут 20 Пока он испарится нормально Чтобы на него можно было шпатлевать И второе Это не имеет смысла Потому что дана Хорошая адгезионная риска И шпатлевать я буду Шпатлевкой для пластика Вот не понимаю людей Которые шпатлюют Пластик универсалкой Там Алюминькой Понимаю Когда стекловолокном шпатлюют Заваливают глубокие какие-то повреждения Она там хоть держится Но когда вот такие вот Доводочные работы Мелкие Ничего не будет держать Нагрузки на расширение Вместе с пластиком Параллельно Я думаю Не сложно пойти и купить в магазине Шпатлевку для пластика Я не нашел той Которой хотел купить А хотел я купить Скажу какую Шпатлевку по пластику Фирмы HB Body Так многими почему-то Нелюбимую Но скажу так У них шпатлевка по пластику Просто космос Чем же тебя открыть-то От колупал Body Бодиевская шпатлевка Мне нравится тем Что она Очень хорошо высыхает И потом перетирается И она Также пластичная Гибкая Все у нее с этим Нормально Но тереть я буду Это много Тереть я буду с водой Это дело Потому что Вручную тереть У меня ни брусков Нормальных Ни наждака В запасе выбора Ничего такого нет Поэтому буду тереть с водой Просто не забивать наждак И из всех брусков Что у меня есть Это Мирковский Вот этот Для этой площади Пойдет под раптор Так От вердосика Оставлять шпаклу Буду на ночь Поэтому оно Хорошо высохло Точно хорошо высохло И спешить нам некуда Ничего глобально нового Я тут не покажу Никаких нюансов Интересных По сути нет Но я просто Параллельно отвечаю На вопросы Которые Люди Задают Потому что В личку Очень много пишут По старым видосам Вопросы И так далее Вот как бы На них отвечаю Вопросы Казалось бы Ну такие Абсурдные Типичные Но люди Их По прежнему Задают Постараюсь Завалить За один раз Я конечно Шпатлеватель Не фонтан Какой хороший Но тем не менее Вот почему я говорил Что растираем Максимально Широко Потому что Я вот сейчас Полез уже Туда Где Я Ну как я Где обычно Не промотовывают Потому что Ну зачем там Мотовать Мы же там Шпатлевать не будем А вот будем А вот Замотовали Так взял Чуть пошире Шпатиль Сейчас протяну Не хочу просто Перекладывать Сверху Еще раз А возможно Что придется Момент По двойному Тройному Четверному Прошпатлевыванию Друг на друга Шпатлюется С промежуточной Сушкой То есть я сейчас Вот этот Прошпатлевал И вот тут Мне надо Еще поднавалить Потому что Есть изгиб Который я сейчас Просто вытягиваю Я пока буду Заниматься Другим расширителем Этот у меня В стороночке Рядышком покурит В помещении Не пыльно Никто не ходит Мусор не кидает Поэтому я Спокойно Возьму его И через минут Там 10-15 Нанесу на него Еще Нешпатлевки И ничего страшного Не произойдет Вот такие дела Так Продолжим Расширители Я установил На машину После того Как прошпатлевал Чтобы форма Все таки Чуть-чуть Винтами Поднапрягается Чтобы они Высыхали В таком же состоянии В котором Они будут стоять И здесь Сейчас на месте Сразу их Чуть-чуть Перетру И так вкратце По нюансам Нанесения Раптора Его преимуществ Его недостатка Тереть буду Соткой На таком Полу Жестком То есть Одна сторона Мягенькая А другая Более-менее Жесткая На вот этой стороне Буду большую часть Сделать И С водой Хоть С водой Шпатлевку Тереть И Не говорю Нельзя Не рекомендуется Шпатлевка По пластику Не гигроскопичная Это Одна из тех Немногих Шпатлевок Которая не боится Воды Она вообще В себя влагу Не впитывает Остальные Шпатлевки В себя влагу Впитывают В малом количестве По сравнению С разбавителем Это тоже Очень важный момент Но это такое Это химия Это теория По поводу Раптора Пока промокнет Кстати Наждак мокрый Хорошо работает Когда он Промок То есть Полежал в воде По поводу Раптора Несколько моментов Раптор не имеет Прямой адгезии К пластику И не имеет Прямой адгезии К голому металлу То есть Раптор Должен наноситься На Загрунтованные Поверхности В качестве Грунта Для Пластика И шпатлевки Я буду использовать Грунт Абгезионный То есть Тот Который даст Абгезию Между Раптором И пластиком Непосредственно Шпатлевкой Выравнивающие Какие-либо Грунты Акриловые Наполняющие Эпоксидные Здесь В этом случае Не сказать Что бесполезны Но они Не нужны То есть Тут выравнивать Особо нечего С вот такой Структурой Раптора Здесь не будет Видно риск В сороковке Поэтому я смело Тру соткой Ух ты Дочь пошел Поэтому я смело Тру соткой Потом сниму Расширители И 220 Пройдусь Зеленым Скочбрать Там в этих Пазиках Все Это огромнейший Плюс По подготовке Под Раптор То есть Крупное зерно От абразива Была бы у меня Машинка Я бы это Тиранул машинкой Я бы даже Не брал брусок В руки Потому что Опять таки Плоскость На Рапторе Увидеть Довольно таки Сложно Тем более В такой Мало Изогнутой части Шпатлевка По пластику Трется Хореного Поэтому На сухую Я ее Тереть Не решился Просто Лень А с водой Она трется Проще В том плане Что Вот это Все Можно смыть Вот такие Вот дела Тяжело Отрется Шпатлевка АПП Даже С соткой Очень Очень Туго Давно Я конечно Так Вручную Не работал Я уже Перетер Все Расширители Остался Только Вот этот Скажу Честно Как мы Раньше Работали Вручную Я Почему Собственно Не взялся За эту Работу Делать Лишь Потому Что Здесь Вот Такого Уровня Ответственно То есть По подготовке Важно Лишь Соблюсти Химию Таковую Ну И физику В плане Риски Здесь Не нужно Глобально Никакого Инструмента Которого У меня Нет Именно Поэтому Я пока Что Не берусь Делать Какие Либо Другие Работы Потому Что Просто Не хочу Ничего Делать Вручную Эта Работа Интересная Не Частая Поэтому Я за Нее Взялся Продолжим На чем Мы Остановились Потому Что Я Решил В ночь Не краситься Не Обрабатываться Раптором Раптором Остановились На том Что Соткой С водой Обрабатывали Шпаклевку После Этого Я на столе 220 Все доработал И прошел Тоже На сухую Зеленый Скочбрайт Зеленый Скочбрайт У меня Доработал Все Какие-то Ямочки Каналочки Потому Что Их Много В этом Пластике Я их Промотовал И Теперь Можно Смело Начинать Обезжиривать И Подготавливать Раптор Обезжиривать Буду Сначала Вот Такой Штуковины Смывка Силикона Это Какое-то Новое Что-то Появилось В Украине Говорят Литовское Литва Написано Быстро Очень Испаряется Я уже Прошел С этим Протер То есть Это Как Первое Обезжиривание Собственно Как его Называют Быстро Хотел сказать Бензин Калош Дешевое Средство Но Оно Не Дешевое Потому Что Типа Литовское Ну Смысл Тот же То есть Бензином Калоши Сняли Опыл Который За ночь Тут Лег Далее Будем Брать Антисиликон Бодевский Мочить Им Салфетку И За салфеткой Проходить Все Поверх После Этого Будем Брать Грунт По Пластику Грунт Для Искусственных Материалов Лаерозоль То есть Пластик Наносить Его Ожидать 15 минут А пока Будем Готовить Раптор Я вчера Дул Кусочки Раптором Зеленым И черным Черным Молдинге Сделал Зеленым На кузов Делал Спойлер И пробовали Уже вчера Мок Посмотрит Мой второй Канал Вот этот Махангей Компрессор Я прям Удивлен Он себе Показал На ура Сделал Сразу Ресейвер Здоровый И мне Мне хватило Кстати Надо его Открыть Это смывка Силикона Нормальная Написано Нормал Это Нормальной Скорости Испарения Но поскольку Сейчас реально Холодно Я думал Днем хоть Теплее Будет Нифига Поэтому Наносить Буду Не на пластик А на салфетку Потому что Нанесу на пластик Оно Высыхать Будет Очень долго Его надо будет Из щелей Оттуда Выдувать Не хочу Смачиваем салфетку И спокойно Себе Протираем Пластик этот Надо хорошо Обезжиривать Потому что В нем От этого Опять забыл Как называется Слушайте Гилька Он жирный И от него Надо Чем Чем Больше Вы будете Обезжиривать Чем чаще Тем лучше То есть Обезжирить Перед тем Как начинать Работать Я это сделал Когда их Получил Сразу Потом В процессе Обезжирить Что-то делаете Какую-то Работу Обезжирьте Перед покраской Два-три Раза Обезжирьте Хуже От этого Не будет Хотя Сам по себе Раптор Он Неприхотлив К Качеству Поверхности То есть Он Не сделает Никаких Кротеров Жировых Что-то В этом Плане Но Все равно Когда Сами Понимаете Да Валить На жирное Не прикольно Такие Вот дела Ну а то Что не Прикольно Раптор Будет Держаться За счет Своего Схватывания Друг С другом То есть Если Даже Пятно Какое-то По каким-то Причинам Не взялось Либо там Происходит Ржавчина Я говорю Про металл То Раптор Этого на себе Не покажет Очень долгое время Потому что Он очень Сильно За счет Толщины Слоя Держится За Соседние Свои Участки Которые Будут Лежать Хорошо За это Рапторы Любят Многие Потому что Под него Не надо Готовить Типа Выготавливать Хорошо Под него Не нужно Вообще Никакого Помещения Да Под него Много Чего Не нужно За это Его И любят Плюс Он В общем Масштабе Не такой Уж Дорогой Так Тут И протер Да Тут Протер Вот Эти Еще Не Протер Перепутал Перепутал А где Одел Вот это Я дал Взял Напшикал Грунтов По Пластику У меня Салфетку Я еще По запаху Что-то там Интересно Протирать Начинаю С торца Салфетка Прилипает Я раз Сука Грунт По Пластику Бывает Бывает Вот что Значит Когда Привык Работать Когда Антисиликоны В пингвинах А тут Все В баллонах У меня Сейчас Просто Не обратил Внимания И Ничего Страшного Сейчас Пока Обезжирим Дальше Здесь По пластику Подсохнет Мы его Потом Переобезжирим Все Обезжирили Теперь Грунт По пластику То О чем Я говорил Раптор Не имеет Прямой Эргезии К пластику Но Но Поскольку У нас Дана Крупная Риска Теоретически Раптор Здесь Будет Держаться И без Грунта Для Пластика Но Чисто Для Своей Подстраховки Поскольку Процедура Это Не такая Уж Дорогая Чтобы Не Закосячить Такую Работу Проходим Грунтом По Пластику И Потом Обрабатываем Уже Смело Мы точно Знаем Что Там Ничего У нас Лишнего Непредвиденного Не произойдет Вот На этом Пластике Очень Хорошо Видно Что Раз Я буквально Чуть-чуть Пшикаю И он Становится Мокрым Этого Достаточно Для Того Чтобы Произошла Еще И химическая Азгезия Здесь То есть Мы Увеличивали Способность Смачивания Этого Продукта Я уже Неоднократно Говорил О том Что Да все Об этом Как бы Говорят О том Что Этот Грунт Не требует Наливания Его Можно Наносить В два Слоя Но Тонкими Слоями Иначе Если Мы Перельем Он Когда Начинает Встекание Он Очень Легко Стекает Он За собой Вот Этот Зону Потека Разъедает Пластик И будет Такой Контур Который Вы Потом Ничем Кроме Как Наждаком Не Уберете То есть Пылевой Слой Дали И Хватит В принципе Достаточно Одного Слоя Но Если Вы В чем То Не Уверены Или Хотите Еще 350 Раз Перестраховаться Напылите Через 15 Минут Еще Один Слой Хуже От Для Подстраховки Сейчас Последнее Время Начали Делать Грунт По Пластику С Добавлением В него Зерна Серебра Чтобы Было Визуально Видно Сколько Вы Налили Раньше Этого Не Был Он Был Прозрачный Но Скажу Так После Того Как Начали Добавлять Зерно Серебра Если Наносить Из Пистолета Этот Грунт То Правильно Сказать Его Не то Что Неудобно Мыть Промывать Точнее Его Нужно Мыть После Нанесения Грунта Потому Что Он При Взаимодействии С Растворителем Начинает Уходить В хлопья В комки Сворачиваться Это Очень Неудобно Поэтому Я Полюбил Грунт По Пластику В баллонах Это Кажется Что Дороже Как бы Но Действительно Чуть Чуть Дороже Но Гораздо Удобнее Грунт По Пластику Это Однокомпонентный Материал Поэтому То Что В Баллоне Находится То же Самое Находится И В Банке Продукты Абсолютно Одинаковые Так Теперь По Поводу Раптора Разведения Нанесения И так Далее Раптор Идет Уже В своих Бутылках В которых Можно Его Доводить До Полной Готовности Вот Я Открываю Целую Бутылку Раптора Свеже Начатую Свеже Достану Точнее В нем Я так Не покажу На камеру Видно Не будет В нем Вот так Вот Находится Самого Раптора Это 750 Миллилитров Долевая Отвердителя По норме 250 Нарываем Ровно До Вот Этого Горла Четненько И все Потом Закрываем Перемешиваем И у нас Раптор Полностью Готов Как бы К нанесению Но перемешать Его надо Очень хорошо До начала Размешивания Потому что На дне Очень густой Садок И Смешали С отвердителем Тоже Надо Хорошо Хорошо Тщательно Его перемешать После того Как мы Влили Отвердитель Перемешали Откручиваем Пробку Вот Это Блин Старый Раптор Очень хорошо Закисает Вот Это Вот Можно Накрутить На Антигравийный Пистолет И Сейчас Посмотрим У него Компрессора По идее Должно Хватить Беспрерывно Наносить На все Вот Эти Расширители Расширители Довольно Остатки Большие Так Тут Остаток Четко В эту Банку Я пока Что Не буду Разводить Вторую Банку Потому Что Я Уверен Полторы Банки На Эти Расширители Не Надо А Целый Возможно Было Б Много Поэтому Разведем Остаток Нанесем Посмотрим У меня Остатки Сейчас Вот Так Получается Ну Почти Чуть Больше Чем Треть Я Посмотрю Сколько Мне Хватит И Пойму Сколько Мне Еще Из Этой Банки Надо Отлить По Грунту По Пластику Я Тут Пока Перемешиваю Я Никуда Не Спешу Но Особо Затягивать Тоже Не Надо Грунт Несен Очень Тонким Слоем И Его Реальная Межслойка Ну Где-то 10-15 Минут Если Пройдет Больше Времени Он Уже Потеряет Свои Свойства То Что Вы Делали С Облезет Покрытие Причем Это Касается Не Только Раптора Раптор Может Даже Будет Держаться За счет Физической Риски А Если Базовая Краска Тогда Когда Вы Наносите На Пластик Вот Этот Грунт А Потом Красить Его Крашивать Или Загрунтовывать У вас Там Риска Совершенно Другая Риска Где-то 600 Машинки 800 Может Это Уже Очень Мелкая Риска И Нанося Туда Грунт По Пластику Он Эту Риску Разъедает И Пластик Становится Глянцевым И Вот Если Пластик Грунт По Пластику Высох Уже Там И Вы Не Уложились Там В Полчаса К примеру То У вас Потом Считайте Что Голый Чистый Пластик Новый Новый Заново Надо Обрабатывать Грунтом По Пластику Дверь В гараже Как Такой Сияющий Источник Святой Святой Выход Рекомендую Где-то Всегда В стороне Попробовать Пшитнуть Посмотреть Во-первых На распыл Факел И так Далее В данном Случае Я больше Выставлял Я же Давление Потому что Распыл Я от Раптора Уже Поработал Последнее Время Знаю Спасибо Отлично, я понимаю, что мне можно смело разводить банку целиком, потому что здесь все, что осталось, мне не хватило даже полностью в один слой закрыть 4 расширителя из 6, а передний еще больше, чем задний. Первый слой нанесли, оставляем на межслойку, межслойка минут от 15 и там хоть до часа, то и больше. То есть тут такая адгезия у него будет очень хорошая. Прошло где-то минут как раз таки 15, вот он уже, перчатки не липнут, в принципе, можем носить следующий слой. От того, как вы нанесете первый слой, какой структуркой, такой примерно и будет повторяться последующий слой. Но тут за счет толщины слоя можно наливать и менять эффект. Его можно сделать полуматовым, глянцевым, зависит от мокроты слоя. Тут вот видно, что чуть перелил, вот здесь пятно, оно глянцевое, остальное полуматовое. Вот такого эффекта можно добиться на любом слое. Главное не провтыкать, а не оставить именно вот так вот, уже конечный итоговый результат. Если мы не досушим, здесь, допустим, я наносил позже, тут еще перчатки остаются, прилипают. То есть, если в таком состоянии нанести, он будет растягиваться и мы не сможем получить шагрень. То есть, он в потек не уйдет. Пустить раптор в потек, это надо уснуть на одном месте. То есть, он будет просто растягиваться и будет либо глянцевое пятно, если остальное будет полуматовым, либо просто не получите желаемую шагрень. То есть, везде, допустим, шагрень будет, а здесь она будет растягиваться. То есть, меньше шагрень будет. Поэтому ждем передние крылья Пока тоже посох И буду наносить второй слой Но показывать не буду Нанесение Есть нанесение, ничего такого особенного Тут нет, главное какой толщины в это сделать Ну вот и второй слой Плюс половиночку я еще навалил сверху Прошли У меня раптора осталось Это пустая То есть еще чуть-чуть осталось Но можно сказать так, что ушло Целая бутылка и треть Потому что осталось тут где-то вот так Запылять просто некуда Как бы на еще слой на все не хватит Тогда же наполовину на еще слой не хватит А просто от балды наваливать Тоже смысла нет Поэтому остановился я сделал Мокрый слой и пропылил Сделал такую сухенькую Потому что на предыдущих было мокро И такие крапушки Вот я то же самое сделал И все Теперь оставляем высохнуть их Ну в идеале вот так вот сутки их не трогать То есть сейчас время где-то 11 Я их завтра с утра сниму И можно будет уже ставить резиночки Подклеивать на торцы И заниматься установкой на автомобиль Но проблема огромная еще в том Что в Киев не нашли пацаны болтов Которые не крепить красивых болтов Поэтому пока что Они полежат просохнут хорошо Я как раз обработаю там ржавчину Чуть-чуть загрунтую Чтобы хотя бы ставить не нержавое И уже когда-нибудь позже Мы будем эту ржавчину убирать И обрабатывать Под расширителями Зеленым вот этим вот лайнером Раптором Так, ну посмотрим после установки Что оно там получилось Чтобы посмотреть на готовый результат Что оно на столах висит Так неинтересно Так, ну закончили оливку Только вот доустанавливали Расширители все Долго искали вот эти вот казалось бы Простейшие болты Поменяли резинки Одели другого типа резиночки Пошире Которые хорошо закрывают Нивелируют неровности все И все остальное Ну так в общем Выглядит все хорошо Чуть-чуть конечно зазоры Кое-де сыграли Чуть больше, чуть меньше Но к сожалению Сейчас я их уже Никуда не выровняю Вот так вот по передочку Брызговики ребята Что-то еще будут доделывать Я не знаю Там как-то что-то надо приваривать И заодно скрепится Нижняя часть Вот эта вот И брызговик повесит Большой лопух Но это уже Скажем так Не моя забота Вот так все установлено На автомобиле Здесь касается Касается вот этого вот Мастичного слоя И вымазывается Ну как есть Сами же тут последние штрихи Дорезает Помогает И в принципе все На оливке Мы заканчиваем Все Его бы еще конечно отмыть и посмотреть Но к сожалению Мы его уже увидим В очень-очень грязном состоянии В следующий раз На этом все Да, колесо Прикольно Слышали Конечно Лик Нормальный Ну да А тут да Все Все именно по-мужски Красиво Да, нормальный Такой Всять-ка Такие дела Ну ладно Всем спасибо за внимание Удачи Пока Пока